Потом мотор собирают и отвозят на испытательную станцию. Куда? Куда? К тачилу? Да нет, испытательную. Девчонки из команды Вемзики из стадика первой гимназии не новички в конкурсе робототехники и коренок и уже доходили до финального этапа конкурса и ездили с презентацией своего предыдущего проекта в Москву. На этот раз к межмуниципальному этапу они приготовили макет предприятия, где работают их родители и весьма театрально обыграли производственные процессы, где модули двигаются, гудят, мигают диодами. Мы решили помочь нашим папам и сделали робошахту. Соликамская команда «Удобрятры» из садика первой школы презентовала роботизированный процесс производства калийных удобрений от добычи руды в недрах земли до превращения ее в основной продукт компании «Уралкалий», входящей в группу «Уралхим». Дети в процессе подготовки расспрашивали родителей, которые работают на поверхностном и подземном комплексе предприятия, изучали пользу удобрений с воспитателями. «Уралкалий», кстати, вновь выступил главным спонсором проведения конкурса, который в этом году связан с профессиями родителей. «Конкурс замечательный. Я считаю, когда совместно родители и дети делают какие-то вещи, это живое общение. И для детей, я думаю, что такая радость нескончаема». Все участники, а это 18 команд из семи городов Севера Прикамья, получили благодарственные письма, подарочные сертификаты и от компании «Уралкалий» конструкторы. О итоге жюри огласило чуть позже. Первое место в Эмзике, второе место с удобряторами разделила команда «Умик» из Березняков. Эти коллективы теперь готовятся к поездке в Пермь. «Будут участвовать в краевом этапе. Ну и дальше, если повезет, если мы пройдем, доработаем свои проекты, поедем в Москву на защиту проектов». Ну а мы пожелаем им успешного выступления и будем держать за них кулачки. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль-ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!